Здравствуйте, меня зовут посла Ольга Владимировна. Я врач-анестезиолог-реаниматолог в клинике СМ Доктор в Мариной Роще. Сегодня я расскажу вам о правилах оказания первой помощи в случае, когда ребенок подавился. Хотела бы обратить внимание о большой актуальности этой темы. Очень многие бабушки, тети, дяди любят отвлекать деток во время еды. Вспомним все пословицу «Когда я ем, я глухий нем». Приучайте ваших деток молчать во время еды, чтобы никто их не отвлекал, не смешил, и тем более ни в коем случае из-за стола сразу не звал бегать или играть. Расскажу вам один случай из личной практики. Родители лузгали семечки. Малышка подошла, набрала полный рот семечек, в это время подбежал старший брат и позвал ее играть в догонялки. Девочка с полным ртом семечек на радостях побежала за братом. Во время бега, естественно, сделала глубокие вдохи, и все эти семечки попали в дыхательные пути. В результате малышке пришлось перенести несколько бронхоскопий с целью извлечения вот этих семечек. Еще одна просьба. Не приучайте малышей засыпать с какими-то инородными предметами во рту, такими как леденцы или что-то другое, так как во сне малыш может поворачиваться и проглотить или вдохнуть это инородное тело. Сегодня я расскажу вам о правилах оказания первой помощи деткам разного возраста, если это малыш до года или детки более позднего возраста. Очень важно помнить еще один момент. Если вдруг случилась неприятность с малышом, нужно обязательно вызвать скорую помощь, несмотря на то, что вы начали уже мероприятие по извлечению инородного тела. И также нужно помнить, что в случае неудачных попыток извлечения инородного тела приступаем к реанимационным мероприятиям. Что случилось, малыш? Я подавилась. Если ваш малыш во время приступа кашля может ответить на вопрос, что случилось, подавился, поперхнулся, это свидетельствует о том, что у малыша частичная закупорка дыхательных путей и пока угрозы для жизни нет. Наше самое лучшее мероприятие, чем мы можем помочь, это стимулировать кашель. Откашливайся, откашливайся, малыш, откашливайся. Также мы можем помочь в серии межлопаточных ударов. Для этого мы просим малыша слегка наклониться, чтобы головной конец был ниже уровня туловища и наносим серию межлопаточных ударов. Раз, два, три, четыре. Откашливайся, зонка. Когда у нас идет полная закупорка дыхательных путей, при этом ответить ребенок на вопрос не может, как правило, детки хватаются за горлышко, при этом лицо может менять свой цвет от красного до багрово-красного и синюшного. Деткам старше года мы можем выполнять прием геймлиха. В чем он заключается? Становимся на один уровень с малышом. Если у нас малыш младшего возраста, подходим сзади, становимся на колени. Сжимаем правую руку в кулак. Большим пальцем кулака прикладываем руку к срединной линии между пупком и мечевидным отростком. Мечевидный отросток, где у нас срастаются ребрышки, вот посередине этого расстояния. Левой рукой мы обхватываем правую руку, просим малыша слегка нагнуться и наносим серию резких толчков по направлению к себе и вверх. Раз, два, три, четыре, пять. При этом инородное тело зачастую выскакивает в ротовую полость. Очень важно помнить, что этот прием является травматичным и после выполнения данного приема, даже если инородное тело вышло, обязательно нужно обратиться к врачу. Если у нас подавился малыш до года, укладываем малыша на предплечье левой руки. Головушку при этом придерживаем пальцами. Для создания упора руку располагаем на бедре. Ребенка при этом расположена вниз под углом 45 градусов. Основанием ладони правой руки выполняем пять ударов в межлопаточную область в направлении к голове. Раз, два, три, четыре, пять. Не поднимая головы ребенка, аккуратненько переворачиваем его на спину. Проверяем ротовую полость на наличии инородного тела. Если мы видим инородное тело, стараемся его извлечь. Почему важно не поднимать в это время малыша? Если мы поднимем малыша, инородное тело, которое было у нас видно в ротовой полости, может спуститься в дыхательные пути и вызвать более серьезные осложнения. Если мы инородное тело не видим или у нас не получается его достать, мы на уровне сосков. Пальцы располагаем посередине грудины на уровне сосков. Важно помнить, что на живот давить нельзя. И выполняем пять нажатий. Раз, два, три, четыре, пять. При этом не забываем осматривать ротовую полость на случай появления инородного тела. Если у вас малыш до года, но более крупный и не помещается на предплечье, можно приложить его немного по-другому. Ножки расположить, упереть себе в бок и получается плечом мы фиксируем ножки к телу, а при этом грудная клетка и головка фиксированы рукой и наносим в той же последовательности пять межлопаточных ударов. Раз, два, три, четыре, пять. В дальнейшем методика та же. Переворот, осмотр, пять нажатий на грудную клетку. Раз, два, три, четыре, пять. Если ваши мероприятия не увенчались успехами и инородное тело не удалось извлечь, при этом ребеночек потерял сознание и перестал дышать, приступаем к сердечно-легочной реанимации. По окончании мероприятий оказание первой помощи, если у нас ребеночек подавился, вне зависимости от результата, нужно обязательно обратиться в ближайшее лечебное учреждение для комплексного обследования и, возможно, лечения малыша. Надеюсь, наш ролик для вас был полезен. Желаю вам никогда не оказываться в подобной ситуации, но если вдруг неприятность постучиться в ваш дом, вы будете знать, как правильно себя вести. Желаю вам здоровья, берегите себя и ваших детей.